В день выборов президента России в городском округе Мытищи будут работать 116 избирательных участков, 115 основных и один временный, который организован на территории Мытищинской городской клинической больницы. Руководители терразбиркома сообщают, что члены всех участковых избирательных комиссий подготовлены и в состоянии грамотно обеспечить процесс голосования. Все комиссии абсолютно готовы к дню голосования. До дня голосования осталось всего лишь 11 дней. Все комиссии в полном объеме готовы к работе. Еще один немаловажный момент, к которому должны быть подготовлены члены территориальной и участковых избирательных комиссий – обеспечение безопасности жителей городского округа Мытищи, пожелавших изъявить свою волю. Накануне на одном из финальных семинаров волонтеры встретились с сотрудниками Межмуниципального управления МВД России Мытищинская. Основными нашими задачами являются не только организация и проведение выборов президента Российской Федерации в рамках правового поля, но и в первую очередь обеспечение безопасности. Безопасности всего избирательного процесса и, конечно, безопасности избирателей. Руководители терразбиркома рассчитывают на то, что день выборов президента России пройдет на территории городского округа Мытищи без каких-либо эксцессов. Для того, чтобы в день голосования у нас участковые избирательные комиссии очень организованно и совместно осуществляли те мероприятия, которые будут в этой части запланированы сотрудниками полиции, сотрудниками МЧС, конечно, с органами местного самоуправления. Именно для этих целей сегодня и состоялся этот семинар. Напомним, в бюллетенях будет указано 8 имен. Изначально претендентов на 6-летний президентский срок было более 40, в том числе несколько самоводвиженцев. Окончательный список был утвержден в начале февраля текущего года и, как видите, он заметно сократился. Все кандидаты россиянам давно знакомы. Это публичные люди. Свой выбор мы сможем сделать совсем скоро, 18 марта. Надежда Трифонова, Олег Степанов. Информационная программа «День». День». До встречи. Продолжение следует...